Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 2 октября, пятница, и мы с вами, как всегда, собираемся, для того, чтобы анализ ситуации и заболеваемости по коронавирусной инфекции за неделю подвести. Вот посмотрите, я сегодня первый раз специально одела маску, несмотря на то, что в комнате у нас, кроме меня и оператора, никого нет. Я в этой маске хочу показать вам, что я на самом деле всегда работаю в маске. Это ответ всем тем, с кем я разговаривала вчера по телефону. Когда мне звонят люди и говорят, что мы в близком контакте с своим коллегой, потому что мы целый день сидим с ним, работаем вместе, очень близко, не используя маски. Я спрашиваю, почему? Да потому что мы офисные работники. Нам, офисным работникам, это делать крайне тяжело. Вот я такая же офисный работник, как и вы. И вот так вот в маске с утра до вечера работаю. И ничего в этом тяжелого нет. И дикция, наверное, хорошая, и слышно меня, и я слышу хорошо. И даже несмотря на то, что работаю в очках, это все происходит замечательно. Не такая сложная офисная работа, чтобы маски не использовать. Но это я для начала. Итак, анализ заболеваемости. Мы должны констатировать, что у нас ровно так же, как на сопредельных территориях, как в целом в Российской Федерации и как в целом за рубежом, начался рост сезонный, осенний рост коронавирусной инфекции. И от него мы сейчас, к сожалению, никуда не денемся. За неделю у нас рост произошел на 189 человек. Это в среднем по 27 человек в день, хотя разброс был по дням достаточно большой. Мы видим, что выздоровевших увеличилось при этом только на 66 человек. То есть это говорит о коэффициенте распространения. Это говорит о том, что заболевших сейчас больше, чем их заболевало ранее. И умерших, слава богу, за эту неделю новых нет. И таким образом мы можем с вами сделать вывод о том, что рост заболеваемости идет, но по степеням тяжести он нас по-прежнему не пугает. Потому что из всех выявленных на сегодняшний день среднюю степень тяжести имеют 35 человек, а болеют на сегодняшний день 464. То есть это по-прежнему до 8%. Тяжелых нет. И таким образом 92% болеющих – это легкие формы. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы выявляем достаточно много с вами. И у нас есть возможность при высоком охвате тестирования, который на сегодняшний день составляет более 500 человек в день, позволяет нам выявлять на ранних стадиях заболевания с малыми симптомами, а у некоторых и без симптомов, для того, чтобы этих людей выводить, для того, чтобы их вовремя лечить и для того, чтобы они не переходили в тяжелые формы и уж тем более не умирали. Вот этого мы с вами добились. А также мы добились с вами наконец-то, что нет у нас заносов, тех заносов в рабочие коллективы, которые приводили бы к вспышечной, так называемой групповой заболеваемости. Вот таких у нас сейчас нет. А посмотрим, кто у нас сейчас со средней степенью тяжести и где лечится. Все 35 человек, а еще и с ними 12 человек с легкой формой, по другим показаниям, находятся сейчас у нас на стационарном лечении. Из этих 47 человек, находящихся в условиях госпитальных, два человека находятся в клиниках Нижнего Новгорода. И несмотря на то, что сейчас мы вернулись фактически к росту и к уровню заболеваемости, который у нас с вами был пиковый в начале лета, Несмотря на это, у нас сейчас медицина подготовилась и имеет возможность лечить этих людей на базе своих лечебно-профилактических учреждений. У нас есть для этого оборудование, у нас есть для этого лекарства, у нас подготовлен медицинский персонал, и мы видим замечательные результаты лечения. Но тем не менее, помня о том, что все-таки до 8% это средняя степень тяжести, а еще и, вспоминаем, у нас на сегодняшний день умерших за неделю нет, но всего у нас за весь период наблюдения 9 человек подтверждено, что умерли, где причиной стала именно коронавирусная инфекция, то, понимая об этом, мы анализируем это, кто может попасть в этот разряд людей. Уже доказано, у кого есть высокий риск развития тяжелых форм и смертности. В первую очередь, это высокий возраст. Это возраст старше 60-65 лет. Но даже он не так значим, как сопутствующие заболевания, среди которых на первом месте стоят сахарный диабет, ожирение сердечно-сосудистой заболеваний и заболевания легочной системы. Поэтому лицам, имеющим одно, а тем более и два из перечисленных мною заболеваний, вот это как раз те люди, которые имеют крайне высокий риск при заболевании COVID-19, что у них разовьется очень тяжелая форма. И вот их в первую очередь госпитализируют, даже если униформа еще совсем легкая. И за ними должен быть особый уход и особые средства и способы профилактики для этих людей, чтобы они у нас не заболевали. На это я вас ориентирую. На сегодняшний день, при том, что групповой заболеваемости нет, тем не менее на карантине находятся 541 человек. Это огромная армия людей, которые сидят дома, за которыми наблюдают, которые не должны распространять инфекцию дальше, и которые, если что-то пойдет не так, могут тоже заболеть и тоже увеличат. Таким образом вы видите, какое огромное количество людей, которые могут переносить заболевания. Зная способы передачи, механизмы передачи этого заболевания, мы можем себе представить, что вот эти 541 человек на карантине пока еще под вопросом, а вот болеющих уже 464 человека. Представьте, как много они могут заразить вокруг себя. И поэтому, что мы должны делать? Какие у нас золотые правила профилактики? Они все те же, сакцентируем на них внимание. Первое, самое первое, это минимум контактов и социальная дистанция. Люди расслабились, забыли, опять встречи, рукопожатия, обнимашки, различные праздники совместные, включая праздники на улице, которые, напоминаю, до сих пор запрещены. Это самое первое золотое правило – разобщение. Именно оно дает возможность вирусу не распространяться от человека, который его выделяет в окружающую среду, к потенциальному следующему больному. А там, где нельзя соблюдать эту меру, там, где это невозможно сделать – на работе, в общественном транспорте, в магазинах – что мы делаем? Вот тут вступает второе золотое правило. Здесь использование средств индивидуальной защиты. Мы используем маски, мы используем там, где нужны перчатки, мы используем средства личной гигиены, проводим дезинфекцию, проводим влажные уборки. Мы помним о том, что нужно проветривать обязательно помещение, но и расслабиться можно только немножко, когда мы на улице, а дни гуляем, на даче погода все еще это позволяет сделать. Когда мы помним об этих правилах, мы резко, в разы сокращаем распространение заболевания. А заболевание может распространяться с геометрической прогрессией, именно потому что один больной может заражать вокруг себя сразу огромное количество людей. Но, тем не менее, мы стараемся сейчас и вывести на карантин, если есть заносы у нас в детские образовательные учреждения. Мы выводим этих детей на карантин, несмотря на то, что они здоровы, для того, чтобы, опять же, минимизировать вот это общение. У нас на сегодняшний день закрыто на карантин 6 классов в школах, 2, 7, 10, 11, 15 и в православной гимназии. Из них в трех классах карантин заканчивается уже сегодня. А также у нас закрыты на карантин 3 группы на сегодняшний день в детских садах, 8, 14 и 42. Я благодарна родителям, благодарна персоналу, что все с пониманием относятся к этому вопросу. И все понимают опасность и переживают за своих детей, переживают за себя. Много звонят, спрашивают, как себя вести. Так много уже об этом написано, так много уже об этом говорят, что часто наши медицинские работники уже не повторяют такие прописные истины. Еще раз обращаюсь ко всем. Всем делать одно и то же. Ничего тут специфического нет. Если доктор не назначил лечение вам как контактным, значит, ничего делать не нужно. От вас требуется только изоляция и здоровый образ жизни. Больше ничего. Ну и, конечно, вот в всей той ситуации, которую я характеризовала и которую можно было бы назвать ростом заболеваемости в городе и высоким риском, соответственно, на сегодняшний день заражения коронавирусной инфекцией, причем заражения как у нас в городе, так и за пределами его в любом другом населенном пункте. Что же нам остается тогда, кроме страха заразиться? У нас есть на сегодняшний день и очень хорошая новость. У нас есть выступления и напечатанные труды наших, изрубежных ученых, которые говорят о том, как вакцина против гриппа влияет на COVID-19. Сейчас я вам сначала зачитаю краткий вывод, что адъювантные вакцины, несмотря на то, что они против гриппа, они при этом значимо повышают уровень экспрессии рецепторов врожденного иммунитета, рецепторов формирования интерферонов, постинфекционные антитела и дендритные клетки. А теперь переведу вам все это на простой русский язык, понятный нам с вами. Что делают вакцины против гриппа, несмотря на то, что они ориентированы именно на то, чтобы защитить нас вроде как только от гриппа. А вот посмотрите, они при этом активируют в организме процессы распознавания не только вирусов гриппа, а всех РНК-вирусов, в том числе и коронавирусов, которые тоже относятся к ним. Они стимулируют выработку нашего собственного иммунитета, клеточного иммунитета, гуморального иммунитета, наших интерферонов родных, которые мы не в аптеке покупаем, а сами внутри нашего организма в тяжелых ситуациях продуцируем. Они увеличивают количество клеток памяти, так называемых постинфекционных антител. И все это обусловлено тем, что сходен иммунный ответ при гриппе и при коронавирусе. Поэтому, понимая, что на сегодняшний день нет у нас еще пока возможности массово всем, кто бы хотел вакцинироваться против коронавируса. Но у нас есть прекрасная новость о том, что вакцина от гриппа снижает фактически таким образом, вот таким механизмом тяжелые формы и летальность, в том числе и от COVID-19. Это прекрасная новость последней недели. Поэтому мы сейчас активизировали, именно поэтому сейчас правительство Российской Федерации резко увеличивает количество поставки вакцин от гриппа. Оно не может нам еще пока поставить в нужном количестве и для всех вакцину от COVID-19. Но может поставить те самые адювантные вакцины против гриппа, которые будут способствовать и этому. И поэтому огромная работа нацелена сейчас на это, в том числе клинической больницей. У нас сейчас, кроме того, что вакцинация идет в детской поликлинике, о которой мы в прошлый раз рассказывали, во взрослых поликлиниках, в обоих, и в первой, и во второй. Сейчас начали работу выездные бригады в рабочие коллективы, где они без отрыва от производства могут оказать эту медицинскую услугу. И мы сейчас вместе, совместно с клинической больницей, клинической больницей в этом плане, я считаю, что взяли очень хороший пример с крупных городов, и они сделали выездную бригаду, которая на базе автотранспорта, на базе автобуса выставляет эти бригады ближе к людям, там, где можно охватить большее количество людей. Вы знаете, что сейчас, собственно, я чисто теоретически согласна с этими людьми, но идти на вакцинацию в поликлинику, что же, говорит, я пойду, а там больные люди, и я буду с ними контактировать. И хотя у нас выделены в детской поликлинике дни, когда вакцинация идет исключительно в дни здорового ребенка, и хотя у нас потоки распределены таким образом, но я понимаю людей, которые вот чисто морально боятся лишний раз сходить в лечебно-профилактическое учреждение и заразиться там какой-то другой инфекцией. Так вот, именно для этого создана сейчас таким образом бригада. Уже есть график работы этого автобуса. Он в разные часы и разные дни бывает в разных местах. Он стоит у нас и у крупных магазинов «Атом», «Плаза», «Пятерочки» по Силкино, по Музруково, площадь Ленина и так далее. График есть до 9 октября. Он размещен на сайте клинической больницы номер 50. А у кого нет выхода в интернет, можно позвонить и уточнить часы работы этой выездной бригады в первой поликлинике у секретаря или у заведующей первой поликлиники. Поэтому вот на этой хорошей ноте я хочу закончить. Я призываю всех, кто еще не воспользовался этим правом и этой возможностью бесплатной вакцинации от гриппа, которая защитит на случай заболевания от ковида и от тяжелых формах коронавирусной инфекции. Я желаю это право вам использовать. Желаю вам здоровья, помнить о мерах профилактики и быть счастливыми. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok